Танец. Казалось бы, все мы пользуемся этим средством самовыражения чувств, однако он требует не только участия тела, но и души и разума. Так можно ли научиться этому искусству и насколько сложно овладеть азами современного танца, нам расскажет наш гость, хореограф, заведующий кафедрой специальных дисциплин Театрального института консерватории имени Собинова, кандидат искусловедения Алексей Зыков. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, спасибо, что вы так рано проснулись, приехали к нам. Я думаю, вам не привыкать, наверное, к студентам. Тоже рано приезжаете? Ну нет, не обязательно. Но сегодня было рано. А каков ваш режим вообще, в принципе, режим дня? Режим дня? Обычно вообще, ну, встаю я чуть-чуть позже, чем сегодня. Севастоп. А там как получится. А там как получится. Как вы решили вообще стать хореографом? Когда это было и как давно это было? Ну, дело в том, что у меня параллельно как бы две вещи, драматический театр и танец. Это всегда было в моей жизни, ну, с самого детства. Поэтому, когда у меня немножко не сложилось в театре после окончания консерватории... То есть вы все-таки заканчивали, да, эти театр? Да, 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 я закончил, получил актерское образование. И я как-то так очень спокойно перешел в другую постась и оказался в Америке, прошел обучение там по танцу. Вот так как это... Расскажите про Америку. Она существует? Она реальная вообще? Она реальная. Она очень похожа, кстати, на... Вот в то время, когда я там был, а это прошлый век, она очень была похожа на то, что происходило как бы в Советском Союзе. Как бы очень добрые люди. И очень страшно, когда видишь полицейских. У меня там... Я добирался на обучение на велосипеде. И однажды... А английского языка я не знаю. Однажды я еду на велосипеде, рядом со мной, значит, полицейская машина. Он что-то говорит, я ничего, естественно, не понимаю. Вот, но так, в общем, было... Может быть, это какое-то врожденное чувство вины перед полицией? То, что что-то... Вот в России есть же такое ощущение страха полиции. Вот есть, да. Вот когда я был в Европе, у меня такого ощущения не было. А вот там вернулось... А как вашему танцу это все-таки помогло, самое главное? Танцу это очень-очень сильно помогло, потому что я был как раз на родине, модерн и джазы, и были потрясающие учителя. У них там есть особенность. Если у нас, как бы, говорят, ты неправильно делаешь, там надо вот так... Там никто не подойдет к тебе, пока ты сам не позовешь. То есть никто ни слова тебе не скажет. Так ты делаешь, не так ты делаешь. У них, как бы, особая в этом смысле система. Но это было очень интересно. А в чем различие, кроме этого, школ в России и в Америке, например? Ну, наш конек это классический танец. Сейчас, правда, все несколько меняется. Но у них как раз и конек это модерн, джаз. То, что было нужно именно вам на тот момент, я думаю, времени. Да, да. Вы вернулись уже наполненной. А вот в театральном институте вы, получается, преподаете какие виды танцев? Современный танец. Современный танец. А вот, собственно, обучение актера, оно непосредственно, то есть, вот, рука об руку идет с обучением пластики? Обязательно. Потому что, ну, драматический актер должен уметь все. Он должен уметь петь, он должен уметь говорить, он должен уметь двигаться. И у нас обучение происходит таким образом, и в этом смысле очень уникально именно саратовская школа. Потому что у нас ежедневно есть какая-то пластическая дисциплина. Либо это классический танец, либо это сценическое движение, либо это современный танец. Ну, а вот расскажите, что нужно для того, чтобы стать танцором? Талант, он важен? Талант, конечно. Или можно просто научить? Наши телезрители считают, что все-таки это пластика, то есть, наверное, там, шпагат или вот какие-то такие больше... Талант на первом месте. 40% наших зрителей голосуют за пластику. 0% наших телезрителей считают, что талант в танце не нужен абсолютно. Еще есть желание у нас. Да, желание на втором месте. Да, желание на втором месте. Это Моцарт и Сальери. Потому что для Сальери достаточно быть хорошим ремесленником. А это как раз в данном случае пластика и все прочее, хорошая обувь там и все прилагающиеся. А талант – это Моцарт. Поэтому как бы тут научиться можно... То есть два пути есть. Да. То есть можно выучиться и можно просто быть отражением... Быть крепким специалистом. А вот научиться абсолютно человеку без чувства ритма, без пластики. Его можно за какое-то время, пускай за долгий период, но у него есть огромное желание. Это я сейчас про себя. Можно ли обучить человека танцем? Это прямо на больной мозоль. Да. Потому что... Ну да. Но в театральном институте мы же принимаем людей не по принципу их таланта, а именно по тому, как у них с драматическим вкусом. И дальше мы обучаем, есть у них слух, нет слух. Работать с материалом, да, какой есть. Ну и часто попадаются люди, вот каков процент, процентное соотношение людей, которые способны к танцам, а у которых нет способностей? Ну, по-разному. Но где-то, наверное, 20%, как правило, бывают людей, которые самые страшные, когда не слышат музыку, не слышат ритма. Да, но это и для певца тяжело. А как в Саратове в той отделе вообще с современным танцем, вот по вашему личному мнению? В смысле уличных танцев неплохо. В смысле серьезного... Ну да, по-серьезному, наверное. Ну, не очень. Не очень, да, все-таки я почитаю. А с чем, как вы считаете, это связано? С тем, что, ну, как бы спрос рождает предложение. Потому что больше всего у вас требованы как раз сейчас уличные танцы. Но дело в том, что это все очень, как бы, так... Сегодня есть, завтра нет. А вот если серьезно говорить о танце, то тогда надо, конечно, заниматься классическим танцем, модерн-джазом, вот теми основами, из которых дальше все и произрастает. У нас есть небольшой ролик. Хотелось бы, чтобы вы посмотрели вместе с нашими телезрителями и дали несколько комментариев. Давайте обратим свое внимание на экран. Субтитры сделал DimaTorzok Пожалуйста, расскажите, что это за танец, что это за танец. Это уже прямо искусство, я бы сказала. Да, искусство, да, какое-то высокое. Ну, вот это как раз модерн. Это модерн. Видно, что танцовщик имеет классическое образование. Он владеет классическим танцем. И вот мне очень понравился вот этот фрагмент, который вы показали, тем, что здесь по-настоящему искусство. Потому что танцевальное искусство – это не только движение. Это еще то, что танцовщик в эти движения, хореограф танцовщик в эти движения вкладывает. Так вот здесь вот как раз артист, именно артист, да, он вкладывает души, и там есть чувственная сторона. А искусство без чувственной стороны, на мой взгляд, просто не существует. Но вот все-таки, вот если мы смотрим на танцора, да, мы уже сказали, талант, безусловно. Но все-таки какие еще качества нужны для того, чтобы стать вот таким великим танцором? А вот вторая штука – это работоспособность. Потому что трудиться надо очень много. Это с утра до позднего вечера. Это надо соблюдать определенные, как бы, правила, режим. Это целый набор того, что приносится в жертву ради того, чтобы вот так все происходило. А во сколько лучше начать? С какого возраста все-таки вы посоветуете? Я думаю, что надо начинать, по-настоящему надо начинать с детства. Хотя у нас есть хореографы, которые начали свою деятельность вообще там в 27 год и стали известными хореографами. Но, естественно, не классического танца. Но вообще, если по уму, то надо с детства. Просто, к сожалению, не все знают, пропускают этот возраст. Потом родители сетуют на то, что уже поздно. И, конечно, хотелось бы уточнить у такого профессионала, как вы. Профессионально может быть и поздно. Но если это для души, то никогда не поздно. Хоть в 90-х. Евгений, пляши! Да, я танцую внутри себя. Но, тем не менее, конечно же, очевидно, что когда артист, танцор выступает, есть же язык тела, язык жестов. Вот из этого фрагмента что-то было понятно? О чем хотел сказать артист? Понятно, что он передает переживания. Конечно, большего по этому фрагменту трудно конкретизировать, сложно. Но то, что там есть чувственная сторона, о которой я сказал, да, что есть какое-то переживание, мучение человека, мне кажется, это просто... Передача своего опыта возможного. Ну и, конечно же, еще один фрагмент у нас есть. Давайте посмотрим. Театр какой-то настоящий. Да, театр, но это уже тоже, да, какой-то модерн, что-то пытались в классику совместить. Это очень такой маленький фрагментик. Я не успел до конца понять, модерн это или не классика, но это тоже профессиональная подготовка к этому. Это очень красиво, мне кажется. Скажите, пожалуйста, например, три качества, которыми должен обладать настоящий артист, танцор. Да, вы уже сказали талант, вы уже сказали, что работоспособности. Получается, только одно осталось? Давайте еще. Еще. Если есть все, что добавить, да. Может быть, какие-то внешние данные все-таки играют? Да, физическая форма. Ну, есть, как бы, есть определенные, как бы, требования. Хотя, мне кажется, артист интересен вот в разных. Понятно, что там хотят, чтобы было, там, значит, определенные талии, определенные. Но мне кажется, вот на сцене может быть интересен полный артист. Я, например, когда выключился... Я видел спектакль, где здоровый-здоровый такой дядька, вот раза в три больше, чем я. И маленькая, хрупкая женщина рядом с ним. Это был потрясающий спектакль. Но все-таки он не танцор. Он просто, я так понимаю, актер, да? Сложный вопрос, сейчас трудно это вспомнить. Но я думаю, что он совмещал в себе и то, и другое. Да что вы, то есть даже так можно сказать. Нет, он двигался прекрасно, он двигался великолепно. Ну, то есть, вот это комплекс, да, комплекс навыков, знаний, умений и талантов. Конечно, конечно. И еще очень важная штука терпения. Очень важная, потому что отчаяние бывает чаще, чем какие-то приятные моменты. Как у любого человека искусства, я думаю. У нас остается буквально полминуты. Я хотел бы задать вам последний вопрос. Наверняка нас сейчас много смотрит людей, которые желали бы, например, поступить либо в театральный, либо заняться танцем. Какой совет вы можете для них дать? Что, с чего начать и куда идти? Возможно, для детей или для уже взрослых людей? Ну, вот у нас сейчас с сентября начинаются, например, такие курсы открываются, потому что очень многие люди вот как раз интересуются. У нас открываются курсы, когда можно приводить и детей заниматься, причем там... С какого возраста? С 10 лет. Причем комплексное как раз и происходит обучение, там классический танец, вот то, о чем я говорил, современный танец и сценические движения, включающие акробатику. А для взрослых в этот же момент происходит совершенно другая история. Они могут отдать детей заниматься этим делом, а сами заниматься телом, ну, уже в другом качестве, да, для того, чтобы это было в удовольствии, для того, чтобы тело физически полноценно себя ощущало. Спасибо большое за совет, друзья. С нами в этот час был хореограф, заведующий кафедрой специальных дисциплин Театрального института консерватории имени Собинова, кандидат искусствоведения Алексей Зыков. Оставайтесь с нами, вернемся через короткую паузу. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok